Вы смотрите Большую рыбу. Мы сегодня с вами общаемся, как всегда, о кино, о тех проблемах, которые волнуют меня, и я очень надеюсь, волнуют вас. Мы говорим сегодня про агрессию. Сибас мы поставили в духовку минут на 30, он будет готовиться. Мы ждем гостя Мотыля, великого режиссера. Я считаю, что это без всякой иронии наше все, потому что это очень важно, и я очень хотел, чтобы вы с ним познакомились и задали ему вопрос. Мы говорим про агрессию. Приходят всевозможные вопросы на сайт касаемо агрессии, а что с этим делать? А я вам скажу, что с этим делать. Разговаривать, говорить, общаться, задумываться. И вообще очень важно то, что мы говорили в первой передаче, и будем говорить постоянно, кто ты? Что ты ешь? Страшно, но с кем ты спишь? Что ты смотришь? Что ты читаешь? О чем ты вообще думаешь? Есть ли у тебя позиция к тому, что происходит у нас в стране, или вообще, что происходит в своей жизни? Как ты готов это изменить? Поэтому это очень важно. Как бороться с агрессией? Обсуждать. Но готовы ли вы сами взять грех? Вот как бы вы, уважаемые зрители, отнеслись к тому, что ваш знакомый, друг, брат, сват, снял кино, где агрессия топ, где зло побеждает добро. Кстати, моя жизненная позиция, и может она для вас будет откровением, поверьте, зло всегда наказано. Я в этом уверен. Оно всегда наказывается. Мы, может, не впрямую это видим, но зло наказывается. Поэтому для меня это давно уже ясный факт. Но что делать с собой, когда в тебя, по телевизору и в кино показывают агрессию? Защита отношения. Те люди, которые играют в компьютерные игры, и тот персонаж или урод, как я его называю, который вчера расстрелял 17 человек в Германии, он играл в компьютерную игру, в которую сейчас играете вы. А почему? Какая связь, да? Ну какая связь? Поиграл, кнопочки, пым-пым-пым, заплатил 10 долларов за подсоединение виртуальной игры. Там Вася, там Петя. И у тебя оружие. Ты так пух, пах. А там падают кто? Предметы. А это люди. Пусть нарисованные, это люди падают. Мальчик выходит на улицу, берет пистолет, и 17 человек, как в игрушке, правда? Пух, пух. Это же не люди, это предметы. Он не думает о том, что грех. Он не думает о таком прекрасном слове, что такое порядочно. Что такое порядочно, когда упорядочно? Да? Добрый вечер. Вы прямо вводите. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Я Саша Башаков из Зарайска. В общем, у меня такое... Это не вопрос, это скорее рассуждение. Да, да. Я уверен, что если здоровый человек будет умный, разумный, то он ни в коем случае не будет подвергаться этой жестокости. Ну, а что делать? Вот вам вопрос. Смотрите, он не будет подвергаться. Но приходит молодой человек, я уже говорил в самом начале, с открытой головой, с открытым сердцем. И ему показывают, как как будто в фильме «Бензомпила какая-то 18» или «Восстание мертвецов 12» или какой-нибудь там еще «Кошмар на заходе» распиливают пятилетнюю девочку. Пятилетнюю девочку, пилют мелко. Я хочу сказать, уважая абсолютно все виды и направления фильмов, одну вещь. Уважаемый тот самый Иван Иванов, который уж как любит фильмы ужасов, где разделывают молоденьких девочек, нет проблем. Но пока вы молодой и вам это нравится, и вы собираетесь все на один сеанс, сходите к психиатру. Я не хочу никого обидеть. Ну, поговорить. Потому что вдруг потом, осенью или весной, обострение. А потом, когда немножко постарше станет, за 40, весна, фильмы ужасов, 40 лет, и человек выходит и совершает какие-то преступления. Поэтому надо провериться, можно раздать анализы. Да, еще разочек, вы уже исчезли из эфира? Тогда мы... А, вы здесь? Да, я здесь. Да, да. Ну вот. Ну, я, как сказать... А можно вам вопрос, прям прямой вопрос, лично вам? Да, 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 давайте. Скажите, пожалуйста, вот вы смотрите фильм или мультфильм? Да. Где очень много агрессии. И какой-то милый мишка, такой фиолетовый, с ушками, другого зайчика, желтенького, молоточком по голове, все кино. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Вот вопрос к вам. Когда вы смотрите подобные мультики или фильмы, вы кто? Тот, кто бьет? Или вы тот, кого бьют? Вот вы кто? Я так не скажу, поскольку я это смотрю. Я не хочу быть никем из этих. Да? Это, по-моему, глупо. Тогда вы просто наблюдатель, правильно? Да. Вы наблюдатель. Но согласитесь, только давайте честно. Мы же по-честному здесь, да, собрались? Скажите, ну мы же все равно это смотрим, правда? Да. Но завораживает иногда. Да. Молоточком по голове. Угу. Согласны? Да. Как вы ставите у себя фильтр? Вот научите нас всех, вот эту всю миллионную аудиторию канала A1, как, вот что вы делаете? Вы говорите, ой, это плохо. Да? Или вы потом об этом говорите своим знакомым, что эти кино нельзя смотреть. Это очень жесткое кино. Это кино, где зло побеждает и так далее. Что вы делаете с собой? Научите нас. Я большую часть впечатляюсь на то, насколько вы осмелились это сделать ярко. Сами люди, сами люди. Сами люди, да, осмелились делать? Да. То есть вы осуждаете этих людей, да? Да. Я говорю, согласен. Окей. Как вы дистанцируетесь от этого? Вот вы сам лично. Я, ну, как сказать, я сам как привык сочинять сюжеты. Ну, я пишу как бы рассказы, и мне очень интересно самому это впитывать, такие вещи. Я просто больше о ужасе как раз пишу. Окей, хорошо. Еще раз напоминаю, что мы получили, что мы как бы общались с вами. Большое вам спасибо за звонок. Мы будем вводить новые звонки. Звоните, разговаривайте, пишите. Напоминаю, телефон в студию 8495-276-0985. Звонок бесплатный. Пока у нас рыба готовится, потому что не хочется вот очень-очень концентрироваться просто на одной теме. Мы собрались поговорить вообще, с кем-то созвониться, да, приготовить рыбу и встретиться с хорошим человеком, который придет к нам уже через там 20-25 минут. Итак, пока рыба готовится, я предлагаю приготовить соус к рыбе. На самом деле, все рецепты, которые я вам даю, я не вычитываю их в кулинарных книгах, учитывая, что я люблю поесть. И, кстати, у вас есть комплекс, уважаемые зрители, что вы вдруг немножко поправились? Все говорят, нет, нет комплекса, мы любим поесть. Так вот, я предпочитаю клин-клин. Поэтому я не боюсь поправиться, потому что очень важно все-таки вот это ощущение того, что ты ешь. И я говорю, что то, что мы будем готовить, всегда это будет очень легко, элегантно, и это не даст вам лишнего веса. Но поверьте, не переживайте. Съесть хорошую рыбу, выпить хорошего вина, поговорить с хорошими людьми, которые нам звонят, посмотреть кино, а потом его обсудить. Кстати, вот я не советую кино смотреть в выпившем состоянии. Не советую. Потому что все немножко другое. Одно дело, если вы можете в кино выпить там полбокала вина, но не больше. Потому что когда люди выходят пьяные из кинотеатра, конечно, они кино не видят. Итак, мы готовим соус. Что это за соус? Этот соус мною краден, извините, в одном из лучших ресторанов во Франции, на берегу Кот-д'Азур во Франции, в моем любимом городе Антибе, есть такой прекрасный ресторан. Кстати, рекомендую, если кто-то вдруг посетит, я готов вам сообщать, если вам кому-то надо, те рестораны, которые обязательно в жизни надо посетить. Ну просто, потому что мы такого не ели, потому что это те рестораны, где можно вот так потом стоять и долго хлопать. Потому что так не бывает. Вот один из таких ресторанов, где, наверное, кухня, может быть, не вот высокая кухня, о которых можно говорить дальше, а кухня, которая очень уютная, потрясающий вид, потрясающее обслуживание, супер интерьер. Но главное, что очень качественная еда. И вот там мы иногда бываем, и мы выпросили этот рецепт, этого соуса именно ксибасу. Его, кстати, можно из Дорады, практически с любой белой рыбой. Что это такое? Я вот нарезал немножко петрушки. Вот я пока говорил, нарезал петрушки. Вот она. Вот здесь нарезал петрушки. Я приготовил маленький листик базилика зелененького. Вот буквально вот тоже чуть-чуть. То есть чем меньше, тем лучше. То есть мы даже вот так его свернем. Я, кстати, видел в кулинарных передачах, но это поражает, когда вот так люди. Вот так вот делают. Это, конечно, меня поражает ножом. Это завораживает смотреть. Поэтому если японский ресторан с едой, которую в принципе русский человек не может есть. И вообще, на самом деле, я не очень вам рекомендую, не очень рекомендую есть ту пищу, которая совсем нам не знакома. Это бывают большие проблемы с желудком. Вот. Да, добрый вечер. Вы звоночки выводите. Добрый вечер. Поэтому вот как раз то, что мы будем с вами готовить, это та пища, которая очень комфортная для желудка. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Меня интересует, сколько по времени вы будете готовить рыбу? Рыбу буду готовить 30 минут. 30 минут, да? А вы за это время, наверное, собираетесь к нам приехать. Да, вы 30 минут будете готовить рыбу? Вы у меня спросили. Она села на машину и приехала к нам через 30 минут в эфир, да? 30 минут. 30 минут рыбы. 30 минут. Вы веселый человек. Конечно, нет. Но меня интересовала готовка рыбы, так как я люблю рыбу очень-очень сильно. Да. У меня очень волнует вопрос. Вы все запомнили, что мы там напихали в нее, чем посыпали, да? Да, да, да. Укропчику, укропчику видели, да? Укропчику. Укроп порезали мелко, да? Да, да, да. Потом немножко туда, чуть-чуть совсем базилика, да? Да, да, да. Так, стоп. Подождите, девушка. Вы что, позвонили, спросили, сколько рыбу готовить? Вы ошиблись. Это не кулинарный поединок. Нет, но я хотела с вами пообщаться. Вот такой приятный голос. У вас очень хорошая программа. Это, знаете что, это эффекты звукорежиссуры. Вы же знаете, что у нас в шоу-бизнесе все сисипопочные группы. Там, в принципе, петь уже не важно, да, такой бикини. Поэтому, если вам нравится мой голос, это тоже иллюзия. Это все вот ребята подкручивают. На самом деле у меня писклявый голос. Да, вас как зовут? Вас как зовут? Алло. Опа. Алло. Ушла девушка. Хорошо, сейчас появится. Выводите звонки там, если не будут. Итак, мы укроп, не петрушку, я ошибся, укроп посыпали, укроп, извините, потому что я все-таки, это вторая передача, и вы знаете, скажу вам честно одну такую вещь. Вот что такое премьера в театре, учитывая, что у меня есть небольшой опыт даже и с оперой, я знаю, что такое премьера. Кстати, рекомендую всем ходить, знаете, когда в театр, или на премьеру, на первый показ, или на десятый. Второй, третий спектакль все время плохо. А первое, когда он на нерве, все еще в истерике, еще помню то, что говорил режиссер, это прекрасно получается. Поэтому сегодня второй эфир, это самый трудный. Поэтому я могу ошибаться, извините. И те люди, которые мне так вежливо пишут, да, что я забыл буквку «Я» написать, буквку «Я» забыл написать в букве «Большая». Да, конечно, буква «Я» — это важная буква, и я считаю, что мы все состоим из «Я». Вот наше «Мы» состоит из «Я». Поэтому большое вам спасибо за запоминание и за мои неправильные ударения. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Опять девушка пропала. Алло, алло. Алло. Вот, добрый вечер, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Юля, это вы, да? Я просто от телевизора отошел, чтобы не поняла. Ну, вы сейчас от телевизора отошли? Да, 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 да. Нет, это Юра Грымов сейчас отошел с эфира. Сейчас за место него присутствует другой человек. Это ведущий кулинарного поединка Пореченков. Это я. Все, понял, Ась. У меня вот вопросы хотелось вам задать. У вас же есть дети? Да. А они сейчас сколько им лет, это не секрет? Им, ей, один человеческий детеныш. И вот мне что интересует, ну, к разговору об агрессии там вот в фильмах, в передачах, допустим, если вы смотрите, то есть вы знаете, на ваш взгляд это супер агрессивная там передача, либо фильм, и вы, ну, допустим, к изменению в мозгах, да, ребенка, что вы делаете? Вы просто не даете смотреть эти передачи? Ходите, знаете, на самом деле я люблю в жизни, и даже иногда, когда я принимаю всевозможные мастер-классы, езжу там по миру или сам даже преподаю, я себя люблю, когда люди говорят про свой личный опыт и про себя, да, и вот мотыль, который при этом будет говорить о себе, о своих картинах. Вы знаете, хороший вопрос касаемо ребенка. Моему ребенку было 8 лет, когда мы с супругой решили посмотреть переизданный, прекрасный бокс фильмов Кубрика. Супер бокс, рекомендую посмотреть. Вот просто купить бокс, чтобы у вас это было, да. Это лучше, чем сейчас идет там на другом каком-то канале Кармелита. Ну, Кармелиту вы уже купили, по всей видимости, все 64 серии в неделю. Вот. Но купите Кубрика. И там есть прекрасный фильм. Один из моих любимых фильмов – это «Заводной апельсин». И у меня, мы начали смотреть этот фильм, буквально, если вы помните самое начало, когда эти подонки врываются на приусадебную такую территорию и там всевозможная сцена насилия. Не доходит до конкретных вещей, но уже жестко, уже с избиениями. И зашел 8-летний ребенок. Она ходила, ходила, ей было неинтересно. Но как только началась вот эта энергия, она не понимала, что происходит. Понимаете, не понимала, но энергия ее завораживает и она остановилась. Мы с супругой просто сказали, что что-то фильм какой-то не очень хороший, и мы ошиблись по всей видимости диском. Мы просто выключили, ну, чтобы ребенок ушел, а потом уже поздно ночью мы опять включили. И очень важный вопрос осуждений. Я считаю, что возраст – вещь относительная. Относительная. Объясню почему. Ребенку 3 года, год или там полгода, или 15 лет. Я не люблю, когда родители переходят на птичий язык. Знаете, наклоняются к ребенку. И сюси-пусюси, бусюси. Я помню свое впечатление детства, когда надо мной наклонялся какой-то дядя или тетя и переходил со мной на птичий язык. Я-то сказать не могу. Я еще не научился говорить. Но башка-то у меня работает. А он надо мной, большой, крупный, да, начинает тюсю-пусю ни в коем случае. И вам рекомендую. Общайтесь с детьми, ну, на понятном, понятно, русском языке, но попытайтесь, чтобы они вас понимали. Они вас слышат. Они сами не могут сказать. Поэтому нужно общаться. Я сейчас мне показываю, что нам нужно обязательно поговорить про тот фильм, который я говорил. И мы специально так сделали хитро, что совокупность лжи, которую я вам рекомендовал посмотреть после оценки 2 какого-то российского критика, да, люди посмотрели, много написали. Прекрасно, этот фильм, конечно, в нем есть агрессия. А есть ли в нем агрессия? То, о которой мы с вами говорим. Поэтому те люди, которые посмотрели, давайте обсудим совокупность лжи через призму агрессии. Итак, небольшой фрагмент совокупности лжи с декабрием. Диски передаются из рук в руки. Обращение не транслируется и не копируется. Мой человек говорит, что приказы передаются устно или шифром на бумаге. Про местонахождение он в курсе? Никак нет, сэр. Он не знает точного местонахождения. Но он упоминал об убежище к северу от Баллады, где может прятаться Аль-Салим. Пап! Привет. Они теперь убивают всех, кто что-то знает. Он напуган. Так что нужно допросить его очень осторожно. Хорошо, допроси. В Штатах? Нет. Они уже ищут его, поэтому он скрывается. Ты льешь мимо, сынок. Вы меня слышите? Значит, он хочет в Америку целым и невредимым, а не в рай, разорванным на куски. Раньше надо было об этом думать. А не Паша? Паша? Это атаманское обращение. Я слышал, вам это нравится? Очень приятно. Присаживайтесь, мистер Феррис. Спасибо, сэр. Добро пожаловать в нашу страну. Большое спасибо. Средняя высота орбиты. 12500. Видимость падает. Видимость падает. Добро пожаловать в нашу страну. Добро пожаловать в нашу страну. Ждем подходящего обзора. Переключить на Борис. Они разъезжаются в разные стороны. Исчезновение объекта. Объект исчез. Какую машину отслеживать? Какую, сэр? Сэр? Прости. Итак, это Большая рыба. Мы посмотрели только что маленький анонс совокупности лжи. Это было некое домашнее задание. И некие рекомендации, чтобы вы посмотрели. Мы продолжаем готовить рыбу. Напоминаю, телефон в студию бесплатный. 8495-276-0985. 8495-276-0985. Телефон там еще пишут внизу на вашем плазменном телевизоре. Мы продолжаем готовить соус к рыбе, который у нас там стоит. Мы поставили таймер на 30 минут. Мы забыли поставить таймер на 30 минут. Когда мы его поставили примерно? Я думаю, что минут 15 назад прошло. Через 30 минут скажите мне, пожалуйста, что пройдет 30 минут. Мы готовим соус. Вы видели, я дарил кипятка, ошпарил помидор. Только для того, чтобы снять с него кожу. И максимально мелко хочу порезать, насколько у меня это получается, своими не очень умелыми руками, порезать мелко-мелко, мелко-мелко порезать помидорчик. Чтобы он был маленькими кубиками. Вот мне помогли, уже тут принесли порезанное. Кстати, не намного лучше, чем у меня. И вот это все мы теперь сюда, где у нас укроп, где у нас листик базилика, вот сюда. Видите, такая вот красота получается. После этого мы берем заготовленное заранее половину лимона. И вот сюда его так аккуратно, аккуратно выдавливаем. Обливая при этом всех гостей, как правило, если вы делаете это вместе. Вот. Все это выдавливаем. Косточки потом я вытащу, чтобы вас не смущать. Кстати, те люди, которые нам пишут и звонят. Да, извините. Добрый вечер. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, я слушаю вас. Как дела у вас? Спасибо, хорошо. Вы на таймер поставили в 8.25. Ой, спасибо. Вот знаете, вот если честно, вот это самое сейчас хорошее объяснить, почему. Так не хочется существовать какому-то формату. Да? Ну, ведущий, передача, резать, говорить. Вы знаете, что случилось, по-моему, позавчера? Я думаю, что вы... Как вас зовут? Дима. Дима. Знаете, что случилось вчера, и вы, наверное, были свидетелями. Я обалдел. В программе «Время», видели такую программу на другом канале? Программа «Время». Да, да. Был Микки Рурк. Микки Рурк, да. Вы видели, что это было? Это была высадка инопланетян в стране. Появился в этой заштампованной передаче живой человек с зубочисткой. И девушка-ведущая не знала, что делать. Она бедная и краснела. А когда он сказал, девушка, а можно я вас подержу за руку? Это все было в эфире, в программе «Время». Почему растерялся ведущий? Давайте усомнимся в его профессиональной подготовке. Нет. Нет. Просто до этого она видела «Добрый вечер». В стране все нормально. Будет еще лучше. Только чуть-чуть подождите. Вы понимаете, в чем дело? Пришел живой человек, и ведущая растерялась. И вот этот формат передачи сразу разрушился. Сразу разрушился. Я плавно подвожу, что он кино. И иногда вы видите такую интересную вещь, когда видите присутствие артиста не на том месте. И не так сыграно. Кто мешал Микки Рунга сделать специальное интервью после «Время». Но в формате передачи девушка прямо обалдела. Поэтому я вас поздравляю с этим актом. Потому что господин Хрущев, когда случайно разрешил выставку авангардистов, а потом понял, что-то ошибка случилась. Вызвал бульдозеры, назвал всех «Пи-и» и так далее. Все это сравнял. И весь российский авангард уехал в Америку. Но он же случился, российский авангард. Он это допустил. Поэтому приземление Микки Рурга с передачей «Время» — это событие. Ждите последствий. Форматы сдвигаются. Итак, добрый вечер. Добрый вечер. Это вы, Дима? Да, да, Юрий. Здравствуйте опять. Я просто, смотри, мне просто зажигается лампочка, когда извините, что вы позвонили, а я разговариваю. Да. Вы знаете, я хотел у вас спросить, вот вы говорили о том, что в видеоигры несут только зло. Я вас правильно понимаю? Я считаю, что фильмы, где необоснованно убивается ради набирания очков человек, сбил человека на машине, призовая игра. Ужас. Это мое мнение. Извините, если я обижаю вас, любящего эти игры. Нет, нет, ни в коем случае. Просто хочу сказать, что видеоигры бывают разные, так же, как и фильмы. Есть хорошие, есть плохие, есть которые любят, есть которые... А вы смотрели нашу ту передачу? Какую передачу? Нашу передачу «Большая рыба» на той неделе. В прошлый раз, да. Да. Можно вас... Вы посмотрели фильм «Совокупность лжи»? Просто я хочу вас так плавно направить... Извините, но мы только этот фильм сегодня купили, потому что... Будем ругаться, Дмитрий, будем ругаться. Знаете почему? Я здесь как дурак. Каждый четверг в прямом эфире, в прямом эфире, нигде больше нет в стране этого. Два часа козликом прыгаю, неудобные иногда бывают, из-за ударения, которые неправильно совершают, потому что я переживаю, волнуюсь, а здесь еще много людей, которые показывают всякие таблички. Реклама, звонок. И я вот так с глазами с этими. Поверьте, это труднее, чем снимать кино. Поэтому я вас очень прошу, Дима, вот если есть возможность, найдите время, да, когда мне на блоге в ЖЖ одна девушка симпатичная писала, ой, вы знаете, я из далекого города, временные проблемы, передача начинается в 11 часов вечера, я, наверное, буду спать. Ну, а витаминоз и так далее. Никакого авитаминоза. Едим помидоры, делаем соус, заливаем это оливковым маслом. До этого я видел, выдавил лимон, да, заливаем оливковое масло. На самом деле, это вопрос по вкусу. Если кто-то хочет, чтобы это было пожиже, ну, соус более такой, разжиженный на основе оливкового масла, то, безусловно, так и надо сделать. А если поменьше, то можно побольше оставить помидоров, зелени, перемешиваем, да, туда немножко добавляем чуть, вообще на самом деле можно не добавлять перца, но мы чуть-чуть, совсем чуть добавим, потому что мы рыбу-то поперчили, да, и на самом деле, если вам не будет хватать перца в рыбе, лучше потом ароматным чуть-чуть выдавить. Ну, я немножко добавил перца, чуть-чуть, никакой соли еще не добавлял, вы это заметили, да. Вот этот соус, вот это потрясающая вещь для белой рыбы. Итак, у нас готов соус, минут через сколько у нас будет готова рыба? Значит, 25, он сказал, что мы поставили, то есть она сейчас будет готова. Я хочу пригласить в студию человека, которому я, надеюсь, что и вы, обязаны тем, что мы люди. Очень глобально сказал, но это так. Это человек, который профессионально доказал, что у нее есть свои жизненные позиции. Человек, который любит кино. Человек, который изменил отношение к кино, изменил отношение к российскому кино. Он привнес что-то важное, и он стал неким последователем того, что появились потом масса фильмов. То, что вы понимаете, как на той неделе говорили про фильмы, которые появляются и передвигают пространство. Вот, уважаемый мной, любимый человек Владимир Яковлевич Мотыль у нас в студии. Где у нас Владимир Яковлевич? Сейчас мы перебиваемся на небольшое представление, хотя этого человека представлять нельзя. Небольшие фрагменты с его фильма. И сразу после этого приходит в студию Мотыль, он здесь у нас уже стоит. «Звезда плитного счастья» — это мой любимый фильм.